Приветствую всех на своем канале разносторонние интересы сегодня второй день как тепло у нас находимся мы на пасеке это припятское полесье юг беларуси сейчас уже у нас около двух часов дня и решил я немного проверить семьи час-час дня уже короче час назад я был чел и облетывались где-то так с утра с 10 до часа дня они облетывались вот эта семья не выходила еще вот вышла час дня на облет сейчас мы будем что делать это ставить семьям рамки с кормом есть у меня вот осенью такие вот рамки остались с севшим медом не откатались с рапсовым и буду эти рамки подставлять семьям качестве корма они его сейчас я снова будут растворать и использовать начинаю я подкормку семьи бахфаст у них лед сейчас уже облет закончился так что можно приступать к работе это вот лежит канди до сих пор они ее не расходовали можно принципе забирать ой пчел там набилось выгрызли такую вот дыру по кругу курну их немного дыма чтобы улей забегли сейчас на улице 20 градусов тепла прогрызли дырки я думал они целлофан этот хорошо прогрызуть они так вот дырочку выгрызли небольшую и там тоже сейчас мы его уберем я уже думал что съели наверно с месяц лежит он у лев ну килограмм был канди вот выгрызли на его все равно не весь наверно и назад положу только пчел надо выгнать и скомплектовать его по комплект не пускай разлетает думаю благодаря тому корму они и выжили что здесь много поставим камеру раздерем пакетика как и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю сейчас Сдвинуть рамки к одной стенке К восточной стороне И поставить корм Эта семья у нас была утепленная Из боков тоже Я думал не утеплял Со стороны у нас подушки с мхом Думаю сейчас их уже можно и убрать А вот у нас Мышиное дерьмо Мышь что ли в улье была? Конечно Наверное осень забежала по доске А то думаю что зимой пчелы что-то Еще ползали в ледке Волновали что ли Так Подушку положу Пускай сползает Так Раз тут мышь была Надо будет Немного почистить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В качестве лопатки Существует шпатель Шпателем забраться надо нам почистить Здесь немного пчел согнать надо, чтобы не давить. Забралась мышка улей, видать, с осени. Скорее всего, что с осени уже у меня такой случай был. Но как-то зимой обнаружил я на лифте погрызенные соты. Зимой, так как зимой улей не полезешь в мышь выгонять, то вот задавил пчелку. Так как зимой не полезешь в улей мышь эту выгонять, что я придумал, я поставил на лифте мышеловку с приманкой. И эта мышь, в хорошей ночью, вылезла с улей и попалась в мышеловку. Мне пришлось даже улей скрывать. И, как у нас оказалось, там была она не одна, а целых две. И вот так я, не вскрывая улья, среди зимы мороз. И выловил двух мышей улья. Мороз тогда уже был где-то градусов около 20-15 и так. Конечно, улей не полез были. И мало того, что улей был еще и многокорпусник. В многокорпусном улее было без толку зимой ловить мышь. Я вот придумал и сделал такое дело. Поставил обычную мышеловку на ледке. Там, где она выходила, вот и ела на улицу. Эти мыши словились, две штуки. Ну вот немного, а вычистил, остальное пошел сами почистил. Сейчас все это дело мы будем передвигать. Пускай разбегается. Передвинем гнездо к восточной стороне. Которые ульи у нас слитками на север стоят. Передвинем к востоку. И подставим к расплодной рамке. Форм. Сгоню пчел, чтобы меньше было в краю. Корма уже мало. Даже на крайней рамке осталось на задней стеркви. Так что им надо ставить корма. Будут пчелы развиваться. Пчелы. Продолжение следует... Пчелы. Да, рамки уже полностью пустые. Хорошо, что я поставил им весной канзи. Полностью пустые рамки, вот только в заднем угле. Можно, в принципе, и забрать рамки с краю. Продолжение следует... Забрал я саму крайнюю рамку, так как она уже пустая. Замен им стали вот такую вот рамку с севшим медом. Пускай вычищают, используют этот мед на развитие. Глянусь, что вот эту вторую, что там с ней. Ну, скорее всего, что забирать не буду уже. Поставлю вот эту рамку. И с той стороны потом, когда передвину гнездо, поставлю еще одну. С кормом. Так как уже корма у нас почти ноль. Продолжение следует... 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 Такую погоду можно и не спеша делать, на улице солнце, немного загоню в пол, чтобы не давить случайно, так уже, наверное, штуки три придавим. Вот, сорвал я три рамки. Крепенькая семейка, рамки с расходом. Матки у нас не видно. Да, наверное, я ее искать не буду. Передвину аккуратно еще. Это у нас бакфасты. Так что особо не хочу, чтобы матку не потерять. Но расплод уже на выходе, уже лупятся пчелы полным ходом. И это у нас с расплодом зимним две плотные рамки. Это с зимы расплод. Не то, что сверху донизу две рамки с расплодом. Вот, видно. Сверху расплод у нас идет здесь и дониза. И это уже пчелы вывели из этих ячерек. Дальше также видно расплод. Короче, сейчас польза пульца и польза пчелы хорошо развиваться. Притом, что поставила корма, это у них оставалась корма буквально на крайней рамке. Уголочек всего лишь был. Так что канди я не дра им поставил. Передвинули мы уже четвертая рамка. Это четвертая рамка. Я одну брал, это уже пять полностью, еще четыре рамки. Вот наша матка ходит. Видно, не видно. Сейчас я достану рамочку, матку покажу вам. Вот наша маточка. Где-то она, вот. Матка, бакфаст. Ищет ячейки. Краска уже облупилась. Это получается уже третий год, наверное, сейчас. В том году, позатом, да, третий год. Немного заволновалась. Вот она идет. Аккуратно ставим назад. Вот. Вот наша маточка вот пошла на эту сторону. Красивая большая матка. Аккуратно поставлю, чтобы не повыразить. Так, все, матка в безопасности. Согнал пчел, скандис, лепешки. Так вот, сложил вдвое ее, потом положу на отверстие сверху уже покомпактнее. Пускай пчелы догрызают, наверное, чтобы не забирать. Так, как греется на солнце, да. Осталось еще нам четыре рамки передвинуть. Доску поправить и... Можно закрывать улик. Осталось еще нам четыре рамки передвинуть. Подмора нету. Они сами немного вынесли. Вынесли весной немного сами. Они подмора, наверное, жмели и все. Вот это вот на доске немного. Я сгробал два раза, наверное. Что у нас здесь получается? Так, пошли на 9-10 в зиму в рамках. Так, и... Прошли. Одну я подставил, можно сказать. Заменил. Пустую забрал, полную поставил. С медом засахарившим. Это получается у нас рамка. Две, три, четыре, пять. И здесь стоит раз, два, три, четыре. И крайняя. О, пятая. Даже здесь не 9, а 10 рамок у нас. Что-то непонятно. Было 9 написано рамок, а здесь их больше. Наверное, не с того улья записал я. Думал, что тут всего лишь 9 рамок. Они у меня сидят плотно на всех. Сейчас скажу, сколько точно. О, и доска наша. Вот доска. Получается рамка. Два, две, три, четыре, пять, шесть. И здесь семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. На одиннадцати рамках пчелы пошли в зиму, короче. Что-то я осенью собирал, так, подсчитал неправильно. Наверное, после записывал, так, не сообразил. Рождятся пчелы, открытые долго. Надо быстро все передвигать, да закрывать. Немного покуру их. Корма у них ноль. Можно сказать, весь сожрали за зиму. И корм сожрали весь еще. Сейчас эту сторону прикрыю, чтобы не холодить. Расплод там. Ну, он уже на выходе. А здесь, не знаю, что. Если пойдет нормальное тепло, будет можно уже его штюнку ставить. Короче, эту рамку я заменил одну. Это, можно сказать, не забирал. Одиннадцать рамок было пчел здесь у нас. Вот с одиннадцать рамками они перезимовали так. Как видите, все эти рамки, все улочки заняты. Пчелами заняты. Это бахвосты. Ну, не так. В том году дали нормальное медо в том сезоне. С весны. А осенью пусто было у них. Все пошло на развитие. Немного курну, от воздлятся. Так, ладно. Будем ту сторону переставлять и закрывать сразу. Так, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Прочищаю четверть страду, чтобы рамки добрые станут. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...